Друзья, привет! Перенесемся в Красное море. А там хуситы продолжают нападать на корабли. И тут стоит понимать, что в первую очередь они хотят навредить Израилю, Соединенным Штатам и в целом западной коалиции. Но под замес попадают и обычные гражданские корабли, которые идут или под нейтральными флагами, или под флагами Мальты, или Сингапура, например. То есть, мало того, что все больше стран или напрямую, или косвенно страдают от уже большого ближневосточного замеса, так еще и все больше стран грозят присоединиться к нему. Так, например, Британия грозит ответить хуситам. Как ответить? Отправят туда флот или что? Так или иначе, конфликт, очевидно, разрастается. Все больше стран, опять же, или в большей или меньшей степени, становятся в него вовлечены. И тут, как будто бы бонусом, весь этот замес в Красном море, еще и мощнейший удар по мировой и так потрепанной экономике. Вначале у нас, что там было? Санкции, потом ковид, потом еще санкции, потом конфликты между странами и прочие вещи потрепали очень сильно мировую экономику. А теперь и важнейший торговый морской путь стал небезопасным, что забивает еще один гвоздь в крышку гроба мировой экономики. В тот же день Хапак Ллойд сообщил о том, что будет избегать транзита через Красное море и перенаправит свою суда вокруг мыса Доброй Надежды до 9 января в ответ на недавние нападения. Лишь один пример опасности продолжающей эскалации нападений на торговые суда и воздействия на глобальные цепочки поставок в связи с резким ростом расценок на груз и удлинение времени морского прохода. Как вы уже поняли, по этому вопросу было созвано заседание Совета Безопасности ООН. Ну а что там было на этом заседании, кто кому угрожал, кто кого обвинял и что предлагали с этим сделать, мы узнаем сразу после небольшой рекламы. Молодой предприниматель из Тюмени Вадим Боков, которого прозвали в интернете Тюменский Илон Маск, буквально перевернул представление о беспроводных наушниках. CGPods не уступают по качеству именитым фруктовым аналогам, а по функциям даже превосходят, при этом стоят в 4 раза дешевле. А этой весной тюменцы представили целую линейку топовых пылесосов. В отличие от китайских аналогов, тюменские роботы-пылесосы не буксуют на порогах и преодолевают препятствия до 2 сантиметров. Расход зарядки у тюменцев более низкий, а контейнер для пыли объемней. Можно чистить и подзаряжать пылесос после 2-3 уборок. У тюменских роботов-пылесосов умная лазерная навигация. Они в считанные секунды создают виртуальную карту помещения и тщательно убирают каждый участок. В отличие от китайских аналогов, тюменские пылесосы не размывают грязь по полу, а реально его моют, проходя участок трижды в разных направлениях, управляя кнопкой на корпусе, дистанционно с мобильного приложения или с пульта. А еще у тюменцев появился уникальный пылесос-батон для очистки авто. Благодаря такой форме пылесос помещается в карман на двери или даже в бардачке автомобиля. При этом тюменский пылесос-батон поможет с уборкой в самых труднодоступных местах. Его диаметр всего 5,5 сантиметров. Но главное, сила всасывания, как у топовых полноразмерных домашних пылесосов. А для самых узких щелей в авто в комплекте есть специальные насадки. А вот мойщик от тюменского Илона Маска чистит реально сам. Без участия владельца робот сам подбирает себе воду из бачка распылителя. Сам полирует насухо, сам отключается, если закончил. Он подходит для окон, зеркал, дверей, плитки, словом, для всего того, чтобы раньше мыли вручную. Гарантия на все пылесосы, если вдруг что-то случится. Замена на новый, а не ремонт. Однозначно рекомендую обратить внимание на новейшие тюменские беспроводные пылесосы. Сканируй QR-код или переходи по ссылке в описании. Там же код LISROB2023 на скидку. Итак, как я уже говорил в подводке, весь этот замес в Красном море грозит не только военной эскалацией, но и гуманитарными последствиями для всего мира. Продолжается угроза морскому судоходству вместе с риском военной эскалации, вызывая серьезную озабоченность. Потенциали может сказаться на миллионах людей в Йемене, в регионе и по всему миру. Собственно, это и есть главные опасения. Соединенные Штаты, во-первых, зачем-то посадили чела, который похож на молодого Си Цзиньпина, и заставили говорить от имени Америки. Возможно, таким образом американцы пытаются втереться в доверие к китайцам, да? Ну, ладно, это так, шутки. Во-вторых, вот этот молодой Си предложил смотреть в корень проблемы. Но себя Соединенные Штаты в этом корне не нашли. Зато нашли там Иран, который поставляет оружие хуситам, с помощью которого хуситы атакуют американские корабли. А вместе с ними и гражданские суда, которые они подозревают в связях с Западом или Израилем. Но под замес попадают практически все. Иран продолжает финансировать операции хуситов с 2015 года. Передал оружейные системы хуситам, включая беспилотники, крылатые баллистические ракеты, которые применялись во время нападения на торговые суда. Согласно своей давней политике поддержки дестабилизирующей деятельности хуситов в регионе, знаем, что Иран глубоко участвует в планировании операций против торговых судов в Красном море. США не стремятся к конфронтации с Ираном. У Ирана здесь есть выбор. Он может продолжать свой нынешний курс или может приостановить свою поддержку, без чего хуситам будет сложно совершать нападение на суда, проходящие через морские маршруты в Красном море. Почему Иран поставляет оружие хуситам, если поставляет, а хуситы атакуют корабли, пытаясь навредить Соединенным Штатам, Западу в целом, Израилю? Представитель Соединенных Штатов настолько глубоко в корень решил не заглядывать. Но туда заглянул Василий Небензя, чье выступление я предлагаю вам вместе со мной, как обычно, посмотреть целиком. Положение дел в акватории Красного моря вызывает у нас серьезные опасения. Проходящие через него торговые пути являются жизненно важной артерией для международной торговли и играют ключевую роль в поддержании стабильности и процветании мировой экономики. Свободное и безопасное судоходство в этом регионе – залог устойчивых поставок не только коммерческих, но и гуманитарных грузов, что критически важно для оказания помощи ряду находящихся в сложных социально-экономических условиях стран, включая сам Йемен. Категорически осуждаем атаки на гражданские суда, ставящие под угрозу не только свободы и безопасность судоходства, но и жизни и здоровья моряков. Кроме того, они создают дополнительные риски и повышают уровень нестабильности в и так уже пылающем регионе. В этой связи Россия поддержала принятое 1 декабря прошлого года заявление Совета безопасности для прессы по данной теме. Призываем руководству движения «Ансар-Алла» прекратить любые действия, которые могут создавать угрозу для коммерческих судов и их экипажей в Красном море и Аденском заливе, проявлять сдержанность и демонстрировать ответственное поведение. Движению следует с уважением относиться к принципам безопасности судоходства. Требуем немедленного освобождения судна «Гелакси Лидер» и его экипажа. Господин председатель, вместе с тем, сюжет ради обсуждения, которого мы здесь сегодня собрались, невозможно рассматривать в отрыве от региональной динамики. Американский представитель призывал на сегодня зреть в корень проблем. Ну что ж, давайте так и сделаем. Проблема с обеспечением свободы судоходства в Красном море и Аденском заливе развивается столь тревожным образом не в вакуум. Думаю, вряд ли кто-то из наших коллег будет отрицать тот факт, что происходящее в Красном море – прямая проекция насилия в Газе, где вот уже три месяца продолжается жестокая операция Израиля. Эскалация наблюдается и на других оккупированных палестинских территориях, а также на границе Израиля и Ливана. Не секрет, что в ближневосточном регионе крайне разочарованы тем, что все это время покрывающие действия Израиля и США держат в заложниках остальных членов Совета безопасности и не дают принять резолюции с требованием немедленного прекращения огня, раз за разом используя для этого право ветра. Вашингтон подрывает все усилия по оказанию гуманитарной помощи палестинцам и оба продукта Совета безопасности, принятых за это время, в резолюции 27.12.27.20, по сути, остаются нереализованы. Это вызывает гнев в арабском мире, приобретающий порой столь опасные формы, как действия Ансара-Алла в Красном море. Контролировать эмоции населения правительством ближневосточных государств становится все сложнее. В ситуации же, когда в дело вступает негосударственный игрок, это практически невозможно. Господин председатель, мы видим два сценария развития ситуации в Красном море. Первый благоприятный. Удвоение усилий Совета для урегулирования многолетнего конфликта в Йемене и прекращения насилия в секторе газа. Тогда будут устранены причины нынешнего обострения и безопасное судоходство в регионе возобновиться. Второй, катастрофический. Тушение огня кризиса в Красном море бензином, в духе того, к чему призывают нас Соединенные Штаты и их союзники, у которых в арсенале, как мы все неоднократно имели возможность убедиться, исключительно силовые методы решения. При втором сценарии не только рискует пойти под откос Йеменское урегулирование как таковое, но и возникают вполне реальные предпосылки для разгорания нового крупного регионального конфликта вокруг, как минимум, Аравийского полуострова. Об опасности перерастания Палестино-Израильского конфликта в региональный говорилось неоднократно. И события в Красном море уже не первая ласточка. К сожалению, события идут по второму сценарию. С колоченным Вашингтоном, так называемая Международная морская коалиция, насколько мы можем судить, несмотря на громкое название, на самом деле по большей части состоит из военных кораблей самих Соединенных Штатов. И легитимность ее действий с точки зрения международного права вызывает самые серьезные сомнения. Поэтому наша задача сегодня не только подтвердить согласованный 1 декабря коллективный сигнал Ансар-Ала о недопустимости их действий, но и остудить горячие головы в Вашингтоне, для которых очередной конфликт на Ближнем Востоке всего лишь часть своей собственной геополитической игры. Благодарю вас. Можно, конечно, еще глубже в корень посмотреть и задаться вопросом, а что вообще делают Соединенные Штаты на Ближнем Востоке? И как работает их тихая дипломатия там? Но не в этот раз, видимо. В этот раз ограничились осуждением хуситов и предупреждением американцев остудить их горячие головы. Что думаете, друзья? Пишите в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на телеграм-канал. Ну а если хотите поддержать меня финансово и получить доступ к дополнительному контенту, к дополнительным обзорам, заседаниям Совета Безопасности ООН, ответам на вопросы и прочим форматам, то можете подписаться на Бусти. Буду рад вас там видеть. Ну а сегодня у меня на этом все. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok